Была сегодня на ярмарке растений. В Туроне проходит два дня ярмарка. Там привезли очень много растений. И очень мало орхидеи. И все они были очень убитые. И я не смогла. Не смогла пройти мимо. Я очень хотела давно себе в коллекцию подобного растения. Она похожа на шоколадку, каменную розу, Моджикард. В общем, если это Моджикард и каменная роза, я буду просто в восторге, потому что очень давно хотелось именно это растение в коллекцию. Но я приобрела огромную болячку, скажу и вам. Кроме как и головную боль. Растение в ужасном состоянии. У нее практически отсутствует корневая система. Ее очень мало. На шее куча различных черных пятен. Сухих, не сухих. Буду проверять. У меня немножко листья там посматривала. Всего три листа. И это, ребят мои, это полбеды еще. Кроме... Это еще не в чем. Кроме того, что растение в таком ужасном состоянии. На нем находятся еще вот такие вот личинки. Непонятного мне насекомого. Первый раз вижу такие желтые. Хотя нет, не первый раз. Очень похоже, что эти личинки были... Я видела на щавеле. Такие желтые, желтые. Камера не передает. Они такие ярко-желтые. Яйца каких-то жучков. Так как растения находились в... Я думаю, долго транспортировались все вместе. Там было очень много различных растений. И в одном павильоне какой-то жучара отложил здесь яйца. Итак, что я буду делать в первую очередь, это достану растение из кашпо. Грунт весь выкину. И обработаю растение душем. Горячим душем, чтобы смыть все эти личинки. А затем будет обработка инсекцицидами и препаратами от грибка. Буду рассматривать корневую, зачищать растение и ставить, скорее всего, на реанимацию. Итак, друзья мои, вот так вымачивается эта бедолага. У меня в коктейле есть каратеголд, инсекцицид и акарицид одновременно против клещей, трипсов и других препаратов. Очень, надеюсь, хороший, поможет мне. Так как я вижу на листах есть фокусы, похожие на клеща. Я клеща вообще не могу, его очень тяжело вывести. Также скорпион противогрибковый препарат. Здесь находится и куркума. Она у меня хорошо себя зарекомендовала. Охиде действительно нужно сейчас повысить иммунитет и обезвредить, так скажем. От вредителей и от всего. Поэтому полчаса буду вымачивать ее вот таким образом с головой, чтобы все это проникло в пазухи растения. Затем аккуратненько все это дело высушу и буду думать, куда ее сажать. Вот так моя орхидея стоит, сейчас высушится. Вот такая у нее корневая система. Я обработала проблемные места атактным фунгицидом. Чернота еще есть, буду потом ближе зачищать. Минус, она не в активном росте, потому что сейчас у нее активное цветение. Срезать, не срезать цветонос, я подумаю. Конечно же, мне сейчас нужно ее вылечить и, в первую очередь, и наращивать активную листовую массу. Поэтому, скорее всего, цветонос я ей буду срезать. Вот. Обработала куркумой. И она сейчас посохнет. Все пазухи ее подсохнут. Я буду смотреть, чтобы жирность не вылезла и будет стоять у меня отдельно на карантине это растение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...